а расскажи мне что это ну смотри вот эта вот штука вращается да вот вот эта штука светит а что ты сейчас не делаешь так как от батареек не хватает мощности колечные батарейки моторчик не крутит от блока питания крутит как вертолет так нет резистора единственный резистор переменной он был сюда впаян у нас эту штуку нет когда федя сюда поел есть интерес попробовать влезть в эту цепь ты сломал котика добрый день ребята и по помните мы с вами затрагивали тему того что мы покупаем себе на поесть вот сегодня мы с мужем затарились довольно таки конкретно обычно мы берем небольшими порциями всего и по чуть-чуть но здесь выдался свободный выходной решили затариться так чтобы хватило надолго рыжий естественно набор не входит так давайте начнем по порядку закончилась соль взяли вот такую большую пачку соли ну хлеб стандарт да причем черного берем обычно половинку потому что не съедается у нас скорее зеленеет и начинает жить своей жизнью так курочка филе и ножки рыбные палочки в панировке мне очень нравится вот эта вот марка фишхаус отличное рыбное филе дальше капуста квашеная с клюквой честно говоря просто очень захотелось капусты и ну так сбить охотку мне вот этой банки очень много поэтому я уже предвижу как часть капусты уйдет и никто ее не съест но она стоила рублей 50 поэтому как-то так пускай пускай я потяжусь немножко корнишон чеки селедочка красная цена кстати селедка стала такой дорогой вот это вот нам обошлось рублей то ли 40 то ли 50 все остальные банки от 120 и выше понятное дело что там объем больше но все равно цены дикие яйца чудо коктейль шоколадный хотела в бутылочки взять но не было так что будем сбивать сами фанта и спрайт в таких вот новых банках у спрайта кстати теперь вот фишка с надписями они решили не отставать видимо от кока-колы так дальше взяли вот такой лимонад попробовать сливочный фрут фрут мотив это себе муж взял пить я взяла себе палп из мякотью что-то я в последнее время прониклась мне очень нравится дальше йогурт у нас идет манговый персиковый и вишневый коктейль из морепродуктов масле дальше 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 у нас сачок добрый яблочный и мультифрут из попить молочко два таких коктейльчика чудо тапак чудо ты моё отойди отсюда сироп вишневый но это для блинов и сливки дальше по сырам пройдемся это вот такие вот сырки в пятерочке они продаются мне вот они очень нравятся они очень маленькие конечно но их цена весьма оправдана они стоят там 6 рублей сколько-то копеек и не знаю я их обожаю дальше взяли попробовать вот такой сыр слайс с беконом и сливочный вот такой вот сыр опять же красная цена ну вот муж говорит он безвкусный ему на бутерброды он нужен как он господи как он называется колбасный сыр да и вот такой вот обычный сырок дальше у нас здесь батончики на ту же к чаю разберемся так мороженое главное что пока не растаяло пока я здесь с вами развлекаюсь крендельки к чаю вот такой вот набор ассорти печенек к чаю мое любимое печенье любятого такое шоколадное на основе какао порошка две пачки мужу кстати тоже очень нравится две пачки сгущенки одна обычная а другая вареная если не ошибаюсь да да так дальше просто вот шикос шикос это две банки нутеллы большие тяжелые каждому по банке чтоб не воровать друг у друга чай ристон фрут тиз 25 саше вот по 5 каждого вида ягодный будем пробовать не брала еще такой дальше батончики смюсли этому уже чудо так арахис курага что у нас не арахис а нет арахис мне казалось арахис это такие вот большие вот круглые такие штуковые ну ладно круассаны со вкусом клубники пончики клубничные мне они очень нравятся но они хранятся вне холодильника очень мало поэтому смотрите в магазине чтобы они лежали где-нибудь в прохладном месте а то они очень быстро зеленеют прям моментально эти были заморожены да эти были лежали вообще вместе замороженными смесями так что у этих все хорошо дальше меня спрашивали покупаем ли мы фрукты и овощи ну понятное дело что мы не жрем там одни ей консерванты мы едим там ту же самую там гречку рис картошку это все ясно только не вижу смысла это обозревать из фруктов сегодня взяли виноград нектарины и бананы ну уж захотелось тортику поэтому мы взяли вот такую чародеечку дальше в пятере акция на альпенгольд он по 39 поэтому здесь очень много альпенгольда вот это то в чем мы себе не можем отказать и пока есть такие выгодные предложения мы всегда набираем альпенгольда много и нет не слипнется дальше вот такие вот палочки кукурузные так лейс я знаю что это твое еще печеньки к чаю ну мазян и кепач это понятно дальше мясное что у нас здесь охотничьи колбаски паштет мне кажется он достаточно такой клевый взяли вот такие сосиски по акции 14 сосисок выгодная цена посмотрим как они будут вообще очень увесистая пачечка эти колбаски тоже очень очень классно они стоят там 94 рубля охотские колбаски очень вкусные прям советую и взяли попробовать вот такую колбасу вот тоже охотничью так что посмотрим как будет так что вот так вот выглядели наши сегодняшние покупки спасибо большое за просмотр подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео и до новых встреч если у вас есть какие-то замечания по поводу того что вы себе например покупаете из этого я буду только рада почитать комменты все самое вредное это мое знаете этот влог можно было бы назвать каким-нибудь громким названием типа меня тянет на капусту я беременна но на нашем канале такой формат названий как бы не приживется и не прижился за эти годы поэтому давайте просто я вам поведу о своей страсти к капусте вот вчера взяла капусту и сказать что я ее съела больше чем за всю свою жизнь это ничего не сказать а ну да сразу кто не понял сарказма говорю это я не беременна мое желание к капусте это просто желание к капусте я не фанат капусты я могу ее съесть в салате и то что пришло ко мне с возрастом с годками то но захотелось именно квашеной думала возьму что ну просто поклевать может быть все остальное придется выкинуть потому что это ну нафига мне так охотку просто сбить а цена 50 рублей вроде приемлема а тут вчера значит засела за нее это именно с клюквой и мне она так понравилась я много квашеных капуст пробовала в своей жизни у меня там когда-то даже бабушка занималась засаливанием и возможно не все были клевые я не спорю но я не могла тогда оценить сам продукт это вот как ребенок вряд ли любит лук то с возрастом лук начинает естся нормально просто должно прийти время у меня таким кстати первым продуктом до которого я именно доросла в свое какое-то там стародавнее время был чеснок потом уже все остальное там лук вот сейчас оказывается капуста я в шоке от самой себя а вот напишите какие продукты у вас с возрастом меняли свой статус в вашей цепочке питания то есть вот что допустим в детстве вы категорично не ели не принимали но с возрастом там за двадцатник может быть может быть дальше вы для себя открыли вот знаю народ так для себя открывает малины малины господи маслины оливки вот эту вот всю штуку а что вот было у вас хочу попробовать сделать видео на вот этом вот фоне вроде бы так имеет место быть тапочке фона в комплекте прилагается конечно же сейчас кстати вот ну помыла окно разделяющая комнату с балконом оборудовала этот уголок это вообще лежанка для котов вот это вот но я ее обклеила как раз вот подарочной бумагой и немножко стикеров добавила но здесь конечно нужно сейчас будет ставить соутбокс чтобы было освещение прям такое достойное и освобождать место вот здесь внизу чтобы поставить стул ну и соответственно чтобы вот так это все входило а я уже столько раз пыталась начать снимать что это какой-то кошмар то один кот никак успокоиться не может вот пришлось одеть и теперь он послушно лежит но другой кот начал буянить это вообще какой-то кошмар это вообще какой-то кошмар